Двоюродная сестра На качелях под тенью большой раскидистой яблони лениво покачивалась грустная девочка. Теплый ветер легонько шевелил ее светлые волосы. Опустив голову, она задумчиво смотрела себе под ноги. Ее волновало предстоящее событие. Ни за что и никому не призналась бы она, что совсем не рада приезду двоюродной сестры. Вообще, кто она такая? Почему именно ее зовут Эллой, тем именем, которое больше всего ей нравится? И вот эта Элла едет к ним в лесничество откуда-то из-за границы и будет жить вместе с ними в их красивом доме. Скорее всего, Отто с Францем сразу подружатся с ней. Но нет, она не потерпит, чтобы чужую девочку братья любили так же, как ее, свою единственную сестру. Она ни за что не потерпит этого. «Магда! Магдалина!» – донеслось откуда-то из сада. Девочка нехотя оставила качели и, не торопясь, направилась в малинник. «Скоро уже папа с Эллой приедут», – сказала мама. «Помоги мне побыстрее собрать ягоды». Магда лениво начала обрывать малину. «Папа через лес будет идти?» – спросила она. «Да, он говорил, что от станции пойдет пешком. Он хотел показать Элле наш лес. Думаю, ей понравится здесь». Магда неодобрительно хмыкнула. Приезд сестры сломал все ее планы, и ей казалось, что каникулы полностью будут испорчены. Одна поездка уже сорвалась. Еще вчера Магда и Сотто должны были уехать в город к родственникам. Но мама сказала, что хорошо было бы встретить Эллу всей семьей. Интересно, в каком классе она будет учиться? Только бы не в шестом, ведь тогда им придется ходить в один класс. Магда помнила, как еще весной они получили печальное письмо от папиного брата. Дядя с горечью сообщал о смерти своей жены, матери Эллы, и очень просил принять на время его единственную дочь. Только бы не на совсем, – недовольно нахмурила брови Магда, и тут же услышала радостный возглас братьев. «Идут, идут!» Отто и Франца распирала любопытство. Им казалось, что из Суматры должна явиться чудо-девочка. «Наконец-то приехали! Слава Богу!» – обрадовалась мать Магды, выходя на встречи племянницы. Она обняла девочку, крепко поцеловала и повела в дом. Мальчики, подмигнув друг к другу, пошли за родителями. Магда тоже поплелась следом. Все собрались в зале. Элла в смущении, опустив глаза, стояла рядом с отцом Магды, лесничим Фриманом. Сейчас для нее это был самый близкий человек. «Теперь, Элла, наш дом – это и твой дом», – доброжелательно сказал Фриман. «Отто с Францем – твои братья, а Магда – сестра». «Мы очень рады, что ты приехала к нам», – добавила мама и еще раз поцеловала девочку. Элла покраснела и чуть не расплакалась, чувствуя тепло и радушие. Магда, заметив на глазах матери слезы, с трудом подавила в себе ревность. «Сейчас мы помолимся, поблагодарим Бога за благополучие в пути», – сказал отец. «Нам хочется, Элла, чтобы Господь благословил тебя у нас. Потом я покажу тебе комнату, где ты будешь жить», – сказала мама. «Мы решили, что вам с Магдой хорошо будет вместе». После молитвы, как только родители и Элла вышли, Отто признался. «Мне Элла понравилась, она симпатичная, коричневая, как кофе, а разговаривает, как заморская принцесса», – застрела Магда. Мальчики рассмеялись. «Она на самом деле коричневая, к тому же ужасно худая», – подхватил Франц и тут же добродушно добавил. «Ничего, наша мама откормит ее». Магда знала, что мама вот-вот позовет ее, поэтому, хитро прищурив глаза, шепнула брату. «Бежим на речку». Отто почесал затылок. «Магдалина», – пошла в комнату мама. «Пойди наверх и помоги Элле распаковать вещи. Познакомься с ней поближе. Расскажи и покажи, где что находится в доме и на улице». «Из-за нее теперь и не искупаешься. Так и лето пройдет», – проворчала Магда, поднимаясь по лестнице. Еще на прошлой неделе в комнате Магды сделали перестановку. Для Эллы у окна поставили кровать, над которой в скромной рамке повесили стих из Библии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Когда Магда вошла в комнату, Элла, едва заметно шевеля губами, читала текст. Потом она подошла к окну и, грустно глядя поверх деревьев, чуть слышно вздохнула. Магда на мгновение представила себя на месте Эллы. Ей стало жалко сестру. Захотелось подойти, обнять, сказать, что она рада ее приезду и хочет дружить с ней. Но задетое самолюбие не уступило и, капризно поджав губы, Магда заглушила этот тихий призыв совести. Резко шагнув к открытому чемодану, она наклонилась над ним и стала небрежно выкладывать вещи на свою кровать. Элла хотела помочь ей, но, увидев на стене еще один текст, тихо спросила, «Это твой любимый стих?» Магда смирила сестру недружелюбным взглядом и подняла глаза на хорошо знакомый текст. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Она уже давно старалась не замечать этих слов. «Я не обязана ее любить», недовольно подумала Магда и, не ответив на вопрос, снова принялась доставать вещи. Элла бросила робкий взгляд на сестру и отступила в сторону. «Как ей хотелось домой, папе!» «Элла», – ласково позвала мама снизу, «иди пообедай, я уже накрыла на стол». «Мы еще не разобрали вещи», – робко отозвалась Элла. «Оставь, пожалуйста, тут не так уж много барахла, я и сама справлюсь», – буркнула Магда, вытряхивая из чемодана последние вещи. Элла ушла. Летние каникулы всегда доставляли детям лесничьего много радости и они ждали их с нетерпением. Но у Магды в этом году радости было мало. Она сердито убеждала братьев, что ее предположения подтвердились и теперь все неприятности и неудачи у них случаются только из-за Эллы. А когда она узнала, что Отто с Францем решили взять сестру на рыбалку, то стала сильно возмущаться. «Зачем она там нужна? Пусть дома сидит. Если она пойдет с вами, я не пойду». «Элла еще не была на нашей речке», – возразил Франц. «Да-да, пусть посмотрит, как мы будем ловить рыбу», – поддержал Отто. «У них там на Суматре, наверное, нет такой речки». Магда, обиженно сдвинув брови, попыталась разубедить братьев, но они настояли на своем и на рассвете следующего дня втроем отправились на тихую лесную речушку. Вскоре Магда поняла, что Отто по-настоящему подружился с Эллой. У них было много общих занятий. Отто с восторгом рассказывал ей о своих наблюдениях за птицами и растениями. Элла охотно помогала ему во всем и вести дневник, и сушить цветы, и травы для гербария. Магда втайне завидовала Элле, хотя всегда считала увлечение брата ненужным делом и отказывалась помогать ему. Однажды, убирая на кухне, Магда торопливо домывала пол. Ей хотелось как можно быстрее закончить эту скучную работу и убежать к братьям на речку. Едва закончила она мыть, как услышала звон упавшей металлической крышки. «Магдалина!» – окликнула ее мама, открыв дверцу шкафа, где в беспорядке громоздились кастрюли, миски, сковороды. «Как тебе кажется? Это хорошо?» Магда недовольно хмыкнула. «Ты заметила, как Элла аккуратно ставит все на место?» «Эта Элла слишком умная!» – раздраженно бросила Магда, выжимая тряпку. «Как ты думаешь, ей нравится у нас?» – спросила мама так, словно не расслышала ее слов. «Доченька, ты когда-нибудь представляла себя на ее месте?» Мама с такой грустью посмотрела на Магду, что ей стало не по себе. «А если бы тебе пришлось жить там, где чувствуешь себя лишней, ненужной?» Мы считаем себя христианами и говорим, что Иисус живет в нас. Но может ли Элла сказать, что Бог с нами, видя, как мы относимся к ней? Если мы только выдаем себя за детей Божьих, и если не поступаем так, как написано в Библии, мы, во-первых, жестоко обманываем себя, а во-вторых, соблазняем тех, кто живет рядом с нами и видит наши дела? Магда слушала с напряжением. Этот разговор был неприятен ей. Я нередко вспоминаю случай из жизни двух учеников Иоанна Крестителя. Когда они впервые увидели Иисуса и услышали, что это Агнец Божий, то сразу же пошли за ним, чтобы узнать, где он живет. Иисус позволил им пойти и посмотреть. Они гостили у него целый день и поверили, что он действительно Мессия, Христос, и потом уже не захотели расстаться с ним до конца жизни. Магда стояла, не поднимая глаз, а мама продолжала. «Элла прожила у нас не один день, как тебе кажется. Она увидела в нашем доме Божью любовь. Хочется ли ей поступать, как мы поступаем?» Магда вспыхнула. Ей казалось, что никто не замечает ее неприездник Элли. Где-то в глубине сердца она понимала, что Элла намного лучше ее. Магда готова была признаться, попросить прощения. Но эгоизм и упрямство настолько овладели ею, что она не в состоянии была сделать это. Ничего не ответив матери, Магда выскочила на улицу. Лето подошло к концу. Начались занятия в школе. Франц, как старшеклассник, уехал учиться в город и приезжал домой только раз в месяц. Магда, Отто и Элла пошли в деревенскую школу. Магда не скрывала своей радости, когда узнала, что Эллу определили в пятый класс, хотя она была на полгода старше. Из-за болезни и смерти матери Элла отстала в учебе. На первой же перемене девочки обступили Магду и стали расспрашивать о новенькой. «В ней есть что-то особенное», – подметил кто-то. «Сразу видно, иностранка». «Ничего особенного я в ней не заметила, такая же, как и все», – возразила Магда. На следующий день, после урока географии, девочки попросили Магду показать на карте остров, где жила Элла. Магда важно подошла к доске и повела указкой по карте через Тихий океан к островам Австралии. Приближаясь к Суматре, она задержала кончик указки рядом на острове Борнео. Тут же послышался взрыв хохота и девочки дружно запели распространенную шуточную песню. «Родилась я на Борнео и учиться не могу». «Нет!» – воскликнула Магда и, довольная своей выдумкой, перевела указку. «Вот здесь». Но ее уже никто не слушал. Девочки, весело смеясь и напевая насмешливую песенку, побежали во двор. «Так где же все-таки жила Элла?» задумчиво спросила Магду, соседка по парте. «Я так и не поняла, что ты хотела показать». «Не поняла, не поняла!» передразнила Магда. «На Суматре!» «Куда ты смотрела?» На перемене, как обычно, девочки играли в разные игры. Элла застенчиво стояла в стороне и с интересом наблюдала за ними. Она уже осмелилась было присоединиться к ним, как вдруг... «Родилась я на Борнео!» пропищал кто-то из девочек. Все дружно рассмеялись и посмотрели на Эллу. Она покраснела и отошла в сторону. Магда вдруг стала неловко за такую насмешку, но заступиться за сестру она не захотела. Теперь, как только Элла появлялась в школьном дворе, девочки, как будто сговорившись, начинали петь шуточную песню. Элла поняла, что это относится именно к ней. «Но я ведь родилась на Суматре!» набравшись смелости, робко возразила она однажды. «Подумаешь?» «Все равно эти острова рядом!» не сдавались девочки. Элла больше не пыталась защищаться. Однако девочки из пятого класса, где училась Элла, полюбили ее и заступались за нее, хотя им тоже приходилось терпеть насмешки от одноклассниц Магды. Элла старалась не появляться во дворе. Почти на всех переменах она оставалась в классе, где чувствовала себя в полной безопасности. Наступил октябрь. В воздухе плавно летала липкая паутина и, цепляясь за деревья, повисала на ветках прозрачными нитями. В саду, наполненном сладким ароматом спелых яблок и груш, то тут, то там мелькало яркое платье Эллы. Она собирала опавшие фрукты и складывала их в корзину. Элла любила помогать тете и вообще ей нравилось здесь все и лес, и дом, и сад. Она полюбила тетю с дядей и Отто с Францем. И одного только не понимала девочка, из-за чего Магда сердится на нее и не любит ее. Эти мысли не давали ей покоя. Вечером Элла обычно долго не могла уснуть и ее взгляд останавливался на тексте, который висел над кроватью Магды. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И она, закрыв глаза, искренне шептала «Дорогой Иисус, помоги мне любить Магду и не обижаться на нее. И еще, помоги мне любить девочек, которые меня обзывают». Однажды Элла была в саду одна. Отто ушел с одноклассниками на экскурсию. Магда помогала матери на кухне. Набрав полную корзину яблок, Элла понесла их в дом. Как только она вошла в кухню, следом влетел Отто и, не задерживаясь, направился в комнату к отцу. «Как это все же бессовестно!» послышался его возмущенный голос. «Она же вовсе не из Борнео! Кто распустил этот негодный слух?» Элла, услышав это, замерла. Магда покраснела. «Это несправедливо!» не переставал возмущаться Отто. «Все, кому не лень, поют эту песню!» «Кто может понять, о чем ты говоришь, Отто?» посмотрел на него отец. «Расскажи, пожалуйста, нормально, что случилось?» Сбивчиво и возбужденно Отто стал рассказывать, что некоторые мальчики смеялись над ним и дразнили шуточной песней про Борнео. А потом его товарищи рассказали, что это песня про его сестру, что над ней смеются все девочки из шестого класса. Отто замолчал, и красный от негодования выжидающий посмотрел на отца. Тем временем мама, ничего не подозревая, подала Элле конверт и попросила. «Отнеси, пожалуйста, это письмо дяде, а то я совсем забыла про него». Мама не слышала, о чем говорил Отто. С трудом поборов волнение, Элла передала дяде письмо и тут же вернулась к тете. «Я рад за тебя, Элла!» Через несколько минут зашел отец в кухню. «Директор школы пишет, что на следующей неделе тебя хотят перевезти в шестой класс. Оказывается, ты уже наверстала упущенная. Молодец!» Элла опустила голову. «Разве тебе от этого не радостно?» спросил отец и заглянул ей в глаза. Элла покачала головой. «Нет, оставьте меня лучше в пятом классе. У нас такие хорошие девочки!» жалобно попросила она, и на ее глазах заблестели слезы. «У Магды в классе тоже хорошие девочки», заметил отец. «И кроме того, вы с Магдой будете вместе. А вместе намного легче учиться». Словно о чем-то догадываясь, он вдруг настороженно замолчал. Его брови сосредоточенно сошлись на переносице. «Девочки из шестого класса дразнят тебя? Поэтому ты не хочешь переходить к ним?» «Нет, это не так страшно», – покраснела Элла. «Я тоже так думаю. Им это скоро надоест. А Магда будет всегда рядом. Думаю, она остановит тех, кто выдумал эту бессмыслицу». «Сейчас она все расскажет», – испугалась Магда. «Ведь она давно поняла, что это я во всем виновата». От волнения у нее пересохло во рту. «Конечно, дядя, Магда всегда будет рядом», – тихо подтвердила Элла. Магда почувствовала, как загорелось ее лицо. Не в силах скрыть волнение, она выскочила из комнаты и побежала в лес. Она хорошо знала, для чего задержала указку на Борнео. «И зачем только я так поступила? Зачем так жестоко унижала беззащитную сестру?» А она никому не жаловалась и ни разу даже плохого слова мне не сказала. Уткнувшись лицом в колени, Магда сидела под большим деревом и безутешно плакала, горько сожалея о своем злом поступке. «Любите друг друга, как я возлюбил вас», – пришел ей на память давно знакомый текст. «О нет, она не исполнила эту заповедь Спасителя». Магда поняла, что ее черством, безжалостном сердце нет ни капельки любви. Она ведь считала себя христианкой, каждый вечер молилась и просила прощения у Бога, а днем холодно умнажала свои грехи. Магда поняла, что неприязнь к сестре нельзя искупить молчанием. Опустились сумерки. Магде не становилось легче. В сердце настойчиво звучало знакомое увещание. «Признавайтесь друг перед другом в проступках». «Признаться?» «Как это стыдно!» «Как тяжело!» «Нет, это просто невозможно!» На ужин Магда не пришла. Стемнело. В доме лесничего царило тревожное молчание. Отец, сидя за столом, сосредоточенно о чем-то думал. Отто молча доедал кашу. Элла задумчиво жевала бутерброд. Ей казалось, что во всем неустройстве в доме виновата только она. Не будь ее, все было бы хорошо. Самую большую тревогу вселяло то, что через два дня ей нужно идти в класс, где все обзывали ее. Закончился ужин, а Магды все не было. «Отто, пойди поищи ее!» С беспокойством в голосе попросила мама. Отто тоже переживал за сестру и был рад, что его отправили на поиски. Выскочив из комнаты, он кинулся в сад и проверил все любимые места Магды, но ее нигде не было. Семья уже собралась на вечернюю молитву, когда дверь бесшумно отворилась, и в прихожую вошла Магда. Она прислушалась к пению в гостиной и на цыпочках подошла к двери. Магда знала, что сейчас папа прочитает отрывок из Священного Писания, а потом все будут молиться. «Сегодня я прочитаю стих из 26 главы книги Второзакония. Послышался голос отца. Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его». Магда затаила дыхание. Она понимала, что эти слова относятся лично к ней. «Всем нам хочется быть Божьими детьми», сказал папа, «и это хорошее желание. Но чтобы быть в числе его детей, нам надо согласиться на одно условие – исполнять его заповеди. Одна из них очень знакома всем нам. Это заповедь любви. Мы должны любить друг друга. Мы ответственны за то, чтобы не только знать заповеди, но помнить их и исполнять. Если мы будем стараться жить по Слову Божьему, Господь пошлет нам свою помощь. Поэтому, дети, не будем лишать себя защиты Божьей и благословений. Помолимся о том, чтобы нам любить друг друга и тем самым исполнять эту самую большую заповедь. И еще помолимся за Магду». Прислонившись к стене, Магда беззвучно плакала. Она в ужасе должна была признать, что не имеет права называться верующей, потому что не любит Эллу. Но у нее не хватало сил сказать об этом перед всеми. Когда в гостиной преклонились для молитвы, Магда решительно распахнула дверь и тут же на пороге упала на колени. «Господи, прости меня! Я не любила Эллу, завидовала ей!» Горько заплакала она. «Прости, это из-за меня ее дразнили!» Плакали все – и отец, и мать, и Отто, и Элла. Все просили прощения у Бога и хотели больше любить. После молитвы Элла первая подошла к Магде и поцеловала ее. «Я люблю тебя, Магда!» от сердца сказала она. Расстроганная Магда тоже поцеловала Эллу и попросила у нее прощения. Потом она рассказала, как случилось, что девочки стали петь шутливую песню в адрес Эллы. Трудный день закончился радостно, но Магде предстояло еще одно нелегкое дело – попросить прощения у одноклассниц. Магда верила, что и в этом Бог ей поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова